Почерк – своеобразный письменный код, связанный с внутренним миром человека. Подделать почерк невозможно. Нам кажется, что буквы одинаковые, но специалист с легкостью определит фальшивку. Графолог анализирует именно личность человека и выводит психологический портрет человека, анализируя все признаки почерка. При анализе почерка учитывается расстояние между слов, расстояние между строк, размер букв, наклон букв, какие человек поля делает, в начале, в конце, отступы, какой у него конечный штрих. Графология позволяет взглянуть на себя со стороны, иногда даже найти верный жизненный путь. Человек мог не найти себя в жизни. И, к примеру, для него свойственно быть художником и поэтом, а он работает домохозяйкой. Может и такое быть. Мы решили провести эксперимент с участием белорусских звезд. Попробуем выяснить, сможет ли графолог, проанализировав почерк, правдиво охарактеризовать каждого из них. Никогда ранее не принимала участие в таком эксперименте. Мне очень интересно, и поэтому я согласилась поучаствовать, потому что мне всегда было интересно, насколько это правда. Моё любовное письмо готово, и я с нетерпением жду результатов. Всем доброе утро. Студия хорошего настроения. Честно говоря, я никогда не прибегал к анализу, но знаю, что, в общем-то, это действенно, это работает. И у меня есть друзья, они эксперты, криминалисты. И я ни разу к ним не обращался, и вот так вот судьба свела, что вот сегодня, надеюсь, мне что-то расскажут. Наша следующая героиня, певица Венера, в подобных экспериментах также никогда не участвовала. Но уверена, почерк способен сказать о человеке многое. Смотрю на свой почерк, и с течением времени я замечаю, что он у меня меняется. В детстве он был один, затем был какой-то период времени, он менялся на абсолютно другой, не похожий. Сейчас вообще он другой. Я вот думаю, это происходит из-за того, что у меня в жизни что-то меняется, Все образцы подверглись внимательному анализу эксперта. Специалист будет зачитывать характеристики почерков без инициалов героев. Так что у наших гостей будет возможность самим предположить, о чьем почерке идет речь. Почерк первый. Автор почерка. Мышление очень быстрое и оригинальное. К любому делу подходит очень творчески. Хочет внести в свое любое начинание что-то от себя. По натуре лидер, отлично умеет убеждать и сплачивать вокруг себя людей. Люди готовы пойти за этим человеком на край света. Может быть, прекрасным руководителем. Ну вот выслушав вот то, что сказал Доткар, да? Я не хочу вас назвать Доткаром. Общительна все равно была. Я слышал это. Я слышал, заметил, я уже выбирала мужчину. Вариант. Действительно, вот Ольга, ну вот просто один в один, на самом деле. И так же пошел от меня, вот от начала и до конца, как будто писали с моего характера. Почерк второй. Мышление очень быстрое, но неглубокое. Разбираться в деталях мироустройства, конечно, не будет. Зато прекрасно видит все подводные камни, все препятствия, которые могут возникнуть в деле. Человек не любит несправедливости. Очень искренний, правдолюб. По поводу того, что я искренний, правдолюб, это 200%. Просто вот у меня по поводу этого закон просто на сердце написан, не на думание. Тем временем у нас остался последний вариант почерка. Автор почерка логичен. Логический склад ума. Хорошо просчитывает различные планы действия и выбирает наиболее логичные из них. Характерна деловитость. Человек очень упорный, добросовестный, очень ответственно относится к работе. Да, если что-то не по графику, я же через армию прошла, а вообще спортишься. Если что-то не так, то допаздывает, я не терплю это вообще. Меня прям... Вот дисциплина, дисциплина, это, конечно. Но она это мешает, потому что не все же такие. Да, к сожалению, я легко. И мне это очень мешает. Кому-то каких-то, может, нюансов, конечно, не хватает. Но в целом вы в своем развитии очень хорошо продвинулись. Было сказано, естественно, очень хорошее качество обо мне, мне это очень понравилось. То есть то, что я чувствовала, да, мне сегодня это озвучивали. И хочу сказать, что то, что сказали о моих коллегах, там были именно те качества, которых не хватает мне. И теперь я буду над этим работать. Были некоторые комментарии, которые заставят меня задуматься над некоторыми вопросами. Мне показалось, что это всего лишь маленькая верхушка айсберга. Весь остальный айсберг был скрыт под водой, и который нужно рассмотреть и в себе в том числе, и прочитать. И где-то что-то, может быть, лишний раз вспомнить и исправить. Этим утром почерк знаменитостей изучали Вероника Росинская и Михаил Потягов. Утро, студия Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok